все это обсуждаем сами расскажите какие монетки там заходите будет интересно так ну что наверное будем же включаться сейчас посмотрим так сигнал подаем так есть два сигнала звук так я все звук включил тоже пятиминутка у нас прошла друзья вы на связи да все 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 уже все вконтакте все слушаем так андрей тоже уже все дает команду запускаемся да я всех оставил всем привет друзья тоже сказал что у нас такой совместный уже прямой эфир которых которые кто-то 1 1 1 в этом году друзья так что не собирались до починам да вот как раз обсудим планы на 2021 год да давайте я вообще назвал знаете как ролик жесткая коррект но не ролик а наш прямой эфир жесткая коррекция криптовалют что это что это интернет-проекты 2021 года как всегда у нас мы обычно это и делаем обсуждаем какие-то интересные темы проекты что у нас там про скамелы что там не про скамелось сегодня мы об этом давайте давайте поднимем вопрос что все-таки пережила новый год а потому что мы в прошлый раз встречались до нового года ну и вот сейчас подведем такой итог что все-таки пережила новый год нас февраль месяц уже март практически на дворе если ты сможешь подвести определенные итоги что все-таки пережил это коде каникулы да что не пережил на у каждого портфеля до что мы там озвучивали ну и в портфеле принципе можем и вообще что в кайп-индустрии ко всеобщему удивлению финика пережил новый год вообще молодцы это больная тема андреев и вот опять их нашим даже закрытом клубе недавно это все обсуждали там просто у нас есть адепты финика но и собственно говоря это нормальное явление когда-то люди которые там топят за то или иное направление так что до финика вы как считаете мы тоже там спорили просто я говорил что финика это пирамида у нас там клубчане тоже есть кто финика достаточно давно тоже там говорят что это компания но я расскажу одну историю буквально сегодня она у меня произошла я сегодня пришел домой у меня жена занимается там всяких груми всякое такое вот и я сижу в кабинете получается и слышу там финика разговор я только не что такое работаю как бы краски и тут что-то у меня в оффлайне про звучало внуши не привык в оффлайне такие вещи слышать вот в итоге получается так что ребята действительно находится финика вот и они говорят ну там же деятельность я говорю ну насчет деятельности я не уверен но давайте я вам дам расклад как все-таки это все работает до сих пор я им показал просто взял курс биткойна говорю смотрите год назад он стоил 8000 долларов то есть вы имея допустим депозит ну я округлирую 10000 долларов вы на тот момент завели один биткойн сейчас курс биткойна час 46 дано было там 50 до 6 губа говоря я говорю смотрите прошел год вы к примеру заработали с этой десятки 350 процентов то есть у вас 300 письма 35 тысяч долларов и вам это все возвращает биткойне вам возвращает меньше чем вы завели в битках ну вот и успех много считать не надо вам вернули меньше одного биткойна если вы его хранили у себя на кошельке у вас было бы сейчас 46 долларов ну а если на пике 56 и все все объяснение да хочу сюда добавить что деятельность она наверное все таки есть не наверное точно то есть они там тоже торгуют есть там трейдеры и все без этого у них бы не было такого притока людей и с этим я тоже не спорю но есть другая вещь это когда проекты закрываются и закрываются да или пирамиды запускаются и схлопываются потом разные есть обстоятельства у нас там кэшбри мы тоже обсуждали много раз уже 21 года и в конце у нас что произошло с этой пирамидой хотя там все там работало так долго конечном итоге у нас произошел скам как это произошло как они скамили история это с телевидением когда там пошел кайп что это там пирамида что нужно там все это закрывать это проплаченная история от кэшбери или не проплачены мы это не узнаем уже но скорее всего может быть в каких-то там кругах это кто-то там обсуждает и знает то же самое касается и финика как его будут скамить я тоже не знаю однозначно однозначно это долго это не будет до обещаний переносов полоте вот поскольку ты у нас самый опытный из разряда инвесторов наверняка на твоей памяти были проекты у которых и торговля была и счета какие-то были было подтверждение деятельности но эти компании сейчас на рынке нет да далеко входить не надо за примером это клоу токен который запускался несколько лет назад два лет назад вот летом он про скамерс или там в сентябре там тоже все пожалуйста миллионные счета показывали торговлю в прямом эфире на большом мониторе на конференции в на бинансе там просто один аккаунт показали там просто миллионы там больше там 150 миллионов долларов лежала балансе показывали вот ребят идет деятельность вот у нас есть робот криптовалюта посмотрите как циферки бегут все хорошо мы зарабатываем конечном итоге что у нас это и там и представитель был этот корейц который потом отгреб он как козел отпущения в таких темах всегда есть козлы отпущения которые в конечном итоге по по правилам вообще работы этой системы матрицы да есть такие люди которые вроде как там которые должны за всех отдуваться да да вот такой человек ему потом там ногу поломали того ли еще там где-то уже читал потом тоже реальный там человек там вообще у него там репутация была вообще просто очень хорошая и люди шли на эту историю и в конечном итоге с деятельностью а когда еще приложение вышло на app store то есть все кричали что да такого не может быть потому что да это все легально не одну google не пропустит пирамиду в себе в этот свой магазин свой магазин конечном итоге чтобы что произошло с деятельностью с людьми с торговлей со всем остальным произошел скам причем жесткий там да смотри скам не мог быть связан с тем что восемнадцатом году весь рынок криптовалюты просел да нет конечно там мы же за кошельками следили за их там денег осталось на них вообще огромное количество также как и в байтексе кстати вот байт экспресс камнился и там мы проследили все кошельки кто умеет это делать тот знает как там что посмотреть в общем они ушли с нашими деньгами сорок девять миллионов долларов подрезали и все пожалуйста так что это вот как раз таки поправка к тому что то есть денег нет денег ребята 49 лямов это не деньги вот отличие от смарт-контрактов да то есть там вот пока ноль на балансе не будет это не да ну грубо говоря да вот а здесь это надо уточнять они имеют ввиду ребята для вас денег нет у нас есть для вас нет на выплат денег нет просто ребят еще раз вот давайте тогда подчеркнем то есть люди очень часто когда видят какие-то счета какое-то подтверждение торговли они прямо вот вдохновляются этим все компания будет жить вечно да но вот как раз прошедший опыт показывает что были да такие компании со счетами из торговли с роботами реальными да только этих компаний уже к сожалению нет как мы часто повторяем да ребят мы я я думаю вы со мной согласитесь мы все хотим чтобы каждый проект работал по 50 лет и не скамился и все только зарабатывали да только почему-то этого не происходит рано или поздно приходит к своему концу так давайте ребят еще пройдемся по проектам то есть мы сейчас что-то к скамом перешли хотя а тех проекта которые еще в принципе не скаманули а мы хотели до подвести итог получается так что антарес то есть гиганты сейчас есть которые гиганты реально гиганты с хорошим развитием которые у всех на слуху это несомненно это антарес это ну финик это само собой это уже его музей хайп индустрии можно отнести как пример того как надо работать и если бы такие проекты появлялись бы и регулярно вы работали или все проекты работали вот по такому принципу вот так вот как финика то скажу так вам после школы надо было просто пойти заработать 30 тысяч рублей и стать пожизненным инвестором потому что вы бы просто за счет сложного процента грамотной там стратегии вам вообще в принципе жизни не надо было бы работать такие проекты попадались и вы всегда в них попадали но так всегда не бывает так итак у нас получается финика само собой тоже кубитек тик и амир капитал наверно тоже можно отнести к этому конечно разная весовая категория согласен но он тоже шумит там тоже есть партнерка за счет сложного процента и роста криптовалюты там я считал я делал видео и к я заходил в январе 2020 года я посчитал если бы сделали по такой же стратегии как это делал я получилось бы на пике когда эфир вырос получилось бы с 1000 долларов сделать 22 тысячи долларов если купить сложный процент продать эфир мы считали да дали сколько это будет у меня с двух пятьсот у меня сейчас в депозит около 60 тысяч долларов в этом манер капитале из-за того что выросла крипто тут все можно процент на это объем у тебя вот тоже дамера падать начинает у меня туда было 60 сейчас 50 выражают и структура 980 у тебя сколько оборот структуры получился лучше ну я перегнал за миллион вот было у меня сейчас 900 тысяч и я сейчас подал заявку я уже статус амбассадор все заработал в час как раз уже прямо амбассадор вышел да я все это у меня все уже у меня обор личные депозиты 50 тысяч до первой линии у меня тоже люди кто там развил тоже структуры все выполнил уже вот сегодня как раз я заявку подал но там собеседование на амбассадора такие правила что ты должен развивать только один проект мне кажется я познаю людей у которых тоже есть хорошие структуры и они выполнили полностью все но не в разных проектах и может быть поэтому они на сами до сих пор сидят не знаю но я узнались мне просто интересно смотрел там условия да у меня шайн у меня шайн его причем закрыл недавно потому что у меня уже все подходило и оборот там все все было нормально но у меня не было активных и потом у меня просто в течение суток сразу два активных появилась и мне их стало четыре вместо трех и я шайн сразу закрыл оборот у меня конечно поменьше чем у тебя но у меня получалось там где-то 450 тысяч сейчас скрипта просела там 370 ребят напомните амир сколько работает три года по моему если 17-го там что-то там как-то в закрытом режиме работали потом пятнадцатом уже более 17 3 года они вот в том году я ролики до записывал два с половиной года сейчас три года наверное а вот смотрите те кто нас сейчас слушает могут занять задать резонный вопрос вот есть две компании допустим финика и амир обе работают обе платят да вот по вашему по вашему мнению то есть в амир можно заходить а финикой нет или как так нам вопрос да до доходности это разной весовой категории вообще то есть конечно это раз я лично считаю что амир капитал это фонд настоящий я потому что присутствую на прямых эфирах и тоже с муратом мумбаевым и я вижу что там он один из трейдеров кстати как раз на мир капитала и у него там на балансе он ну как он говорит соответственно я не могу это проверить то есть он говорит что я в неделю ставлю себе планку заработать на торговле там один миллион долларов то есть он на балансе 2000 биткойнов из 2000 он вот на таком проценте делает деньги кстати сейчас давайте посчитаем сколько это 2000 биткойнов щас на данный момент времени на 5 перемножить может на не ну мы так и умножим на 46000 до 92 миллиона долларов но в один процент есть один процент пожалуйста в неделю это нормально это один из трейдеров делает это на выплаты нам как инвесторам и прочим во вторых у них там хорошие продукты вот сейчас у меня тоже есть женщина знакомая она мы с ней проходили у максима темченко тренинг клуб миллионеров и она потом вот как раз мы с ней пообщались она завела свой youtube канал money blogger называется кто хотите реклама просто говорю она вообще является дистрибьютором как раз их продукты это сим-карты а вот сим-карты пожалуйста потом они в игровую индустрию влезли в них тоже там они с играми продукт тоже там какую-то игру там делают и так далее не очень много там различных программ за что мы пользуемся это просто капля в море но она основная говоря кстати ты в курсе такой лайфхак что когда ты с кошелька мира выводишь куда-нибудь средства у тебя они идут без комиссии то есть ты выводишь 25 usd к примеру и ты послать транзакцию тебя комиссия по идее блокчейн идет 50 баксов но ты ее не платишь не отеля не знаю я тебе рекомендую просто я я вообще сейчас со всех хайпов которые мне есть я выводы делаю всех по мир и потом во мире просто мне надо на обменник там а там чине там трех минут все просто приходит то есть как обычным кошельком пользуешься но концу ты не платишь то есть блокчейна кошелька на кошелек на кошелек который находится в личном кабинете или одессе именно раздел кошельки да то есть не накопительные счета и на кошельке я прям всем я не знала конечно потому сейчас комиссии вообще просто 20 30 недавно менял большую там сумму денег я просто за комиссии отдал но там надо было по 2 по 3000 по 4 переводить за 20-30 долларов пусть я там где-то посчитал 200 или там 250 долларов и просто подарил майнером за то что я короче там вывел эти деньги потому что бешеная вот и когда вот такой лайфхак тебе и можешь партнерам тоже сказать то есть верификацию единственное надо пройти как бы я согласен но экономить я считаю что после первой же транзакции ты уже там 50 баксов экономишь чумбы и нет если ты езды тэшки переводишь единственный нюанс дэм экономи на комиссиях это конечно хорошо но это все работает пока мир живой и платит я согласен поэтому конечно не стоит там держать те деньги которые ты хранишь к примеру там допустим ты взял битка себе в долгую просто там на несколько лет ну конечно я его не буду там хранить я буду хранить на своем кошельке а те деньги которыми надо оперировать которые надо перекидывать кому-то что-то там ки транзакции какие-то проекты заходить то вот он идеальный вариант для того чтобы именно в таком формате работ здесь получается мир комиссии на себя берет да да по миру кстати тоже идет вот очень много с кем общаюсь и даже с причем с теми ребятами которые вообще в об мире даже не находятся и мы с ними общаемся не говорят там реально дети то есть там реально партнеры заходили в короче живые люди приходили как трейдеры во мир и устраивались и после этого у них появлялась уверенность но я очень много даже от лидеров слышал там не участвует которые общались там напрямую и они все говорят о том что есть деятельность как и все нормально не тоже не забывайте с риски потому что можно слить депозит можно может биржа заблокировать аккаунт да там то есть ну да все что угодно может быть поэтому могут законы принять какие-то да при этом и что до свидания все равно надо так с умом без фанатизма не подавать квартиры а кто у нас еще благополучно пережил антарес финика да вот я смотрите у меня как какие проекты 16 штук перечислял перед новым годом они все зашли в новый год и сейчас все спокойно работают я участвую же сейчас не могу там могу сейчас ролик открытия потом записывал какие там пережили какие не пережили у меня пережила из этих 16 все отлично антарес а мир наш фонд и так далее рой клуб тоже кстати нормальная тема тоже рой клуб это то что с монетой уме да да тоже кстати интересно они кстати у них же стенки в битках были да ты представь сейчас сколько там стенок относительно баксов просто они усилились просто вообще из воздуха то есть они вовремя битки перешли стенки в битках но если конечно эти битки не нарисованы реально есть нет конечно есть я так думаю я кстати вот тоже в последней акции часто в розыгрыше автомобиля там и подарков я заводил тоже мне там были свободные две тысячи долларов я купил билеты четыре билета но с сожалению ничего не выиграл то есть и двушку просто спустил я почему спустил я купил билеты но они я на них купил монеты монеты закинул на я понял то есть ты просто монеты купил просто да я плюс еще заработал нормально все 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 я по я думаю просто лотерейный билет за двушку брать пойдешь на стейкинг они у тебя в работе работают принять проценты так что кто что добавил себе в этом году смотрите я вот вчера записал уже три ролика по новому направлению по новой пирамиде куда я зашел сейчас я ее озвучу вообще мы с клубом я уже там тоже в роликах говорил мы зашли еще 10 дней назад на бета-тесте потому что познакомились с администрацией бенсонанс да да вот мы зашли я пока зашел на 10 тысяч долларов сейчас буду усиливаться еще на 15 до 25 и тоже команда закрытого клуба кому этом кидал кто захотел тоже зашли соответственно и сейчас вот мы будем буквально через неделю наверное усиливаться буду ролик писать листингов там нету никаких то есть там нормально такая движуха как в кэшбэре кстати в кэшбэре тоже не было там никакой такой проплаченной рекламы именно блогеров я считаю что это очень хорошо потому что листинги они конечно кассу подмывают очень капитально да не это даже не больше не кассу а просто когда люди узнают про листинги несерьезное отношение идет больше ну да не воспринимает всерьез потому что понимаешь те проекты которые реально выйти вышли шуметь они не будут листы там где-то раздавать в таком формате вот я бы добавил пока вот мы долго искали долго анализировали там рынок и вот сейчас зашли туда володя не стартовали вот буквально феврале они вот несколько дней назад разрешили они даже не разрешали выставлять никакую информацию то есть мы проводили закрытые прямые эфиры я вот только его позавчера в закрытый клуб выставил который мы проводили для всем закрытом клубе просто кто-то попал на живой кто-то не попал чтобы просто этот ролик потом не перекидывали потому что у нас бы были проблемы там бета-тест был там сайта не было то есть там кнопки только такие были личный кабинет только был поэтому там нечего было рекламировать поэтому и запретили это все делать сейчас уже официальный старт произошел хорошая на мой взгляд качественная пирамида крупная типа антареса типа байтакса типа финика которая тоже даст я надеюсь нам заработать и инвесторам кто зайдет вместе с нами в эту в эту историю я смотрел у них маркетинг по пассиву мне как-то не зашел я просто посмотрел со стороны пассивщика и четко как-то не очень понял до 20 процентов там можно на 17 там если там какой смотря депозит от 10 тысяч долларов там уже 19 6 процентов плюс у них свой токен как в байтексе бен си и при помощи системы дефай и в роста токена мы тоже надеемся в будущем там тоже просчитывали всякие варианты там можно вытаскивать где-то около 30 процентов в месяц то есть как в обычном стандарт так что у меня и было сравнение потому что 30 там не увидел возможно даст через какие-то токи на там будет 30 но я поставил со стороны так я думаю блин это сколько там сидя по-моему смотрел там что-то 15 17 20 блин ну что-то как-то есть и другие конкуренты как бы процент повыше и туда по активнее как бы люди пойдут да и самому замораживать там смотрясь смотрите не смотря с чем сравнивать если мы сравниваем там с амиром капиталу до 4 процента до 12 20 ну это несерьезно но я даже сравнил с тем же сам допустим антареса но там же повыше процент антарес я скажу что уже там есть у меня инфаку и какая мне бы не я у меня в антарес я уже давным-давно никого не приглашаю и у меня там просто пассивно работает мой депозит и я просто вывожу каждый каждую субботу по субботам я уже с антаресом да тебе совет в воде теперь почаще 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 да ну понял хорошо не ну там сейчас выплаты же пошли этим как но те кто заходили там три месяца назад на автомобиле сейчас надо ну это вот у нас в клубе писал человек что как раз он про финика правда писал в автопрограмме один человек у него там вообще то есть его там опрокинули с машины как-то там что-то там посчитали выплаты не было у него из квартиры тоже там один мужчина тоже да это финика вот два таких случая вот написал человек я не знаю правда или нет то вот написал говорил передаю информацию как есть звоночки уже такие там есть у меня сегодня приходили ребята которые финика я говорю ребят ну вы фиксируйте не делайте инвеста по ним вам и на тачку еще хотели бы я бы не знаю говорю но говорю просто откройте историю хайп индустрии полтора там два года это это вообще супер это классно отработали нужно заходить сейчас причем я же говорю я в клубе писал свою точку зрения сказал написал что финика отличная пирамида классный проект и мы его рассматривали свое время год назад но просто не зашли уже там он работал какой-то промежуток времени мы посчитали что уже поздно сейчас конечно там жалеть ни о чем не нужно но все равно есть какие-то да вот эти вот темы по упущенной прибыли что если бы зашли можно просто было там состояние заработать потому что люди там просто пачками выносят деньги но сейчас уже как есть уже долго работает и здесь уже надо риски прям вообще взвешивать очень сильно я я всегда придерживаюсь такого правила я это уже с опытом как бы то есть если я просто пустил старт дэн все больше не заходи то есть если старт пропустил все не лезь почему я скажу я потом даже взял статистику определенно из десяти раз я бы девять раз потерял вот единственное направление в котором бы я бы зашел бы там после старта там причем ну не чем через месяц и не через два а там через там не знаю полгода через восемь месяцев это и вот единственный финика если бы я зашел бы на в него тогда когда я уже думал зайти бы не зайти зайти не зайти потом нет правила есть сегодня будут и вот это единственный вариант когда бы я заработал а все остальные там разы бы я бы просто терял. Поэтому здесь как в покере, твои шансы равны, считай, высчитывай. И все. А тогда, конечно, по поводу состояния, здесь, наверное, много все-таки зависит от самого проекта, позволит ли этот проект заработать. Если бы Финика скоманул через месяц после старта, никто бы там никакие объемы не сделал и никто бы ничего не заработал. То есть по партнерской программе, по выстраиванию сети просто надо, чтобы проект позволил это сделать. То есть чтобы он своей работой позволил выстроить тебе свою сетку. Вот. Как, допустим, тот же самый Амир Капитал. Вот он работает и работает. Я особо там даже и не качал ничего. Но потихоньку-потихоньку как-то люди шли-шли-шли. И все. То есть там ничего никого не уговаривал. Просто показал по началу там результаты. Уговаривать вообще никого не качал. Да. Ну, мы, в смысле, этим не занимаемся, на нашем счете. Но наша задача, я, по-моему, этот, забыл, как это назывался. Вот он как раз у Тушкин или… Короче, он «Business for Home» тоже там сетевик точно. Продавали они какие-то там визитные карточки эти, забыл, как называется. Короче, он уже рассказывал, говорит, исходящий входящий поток. И вот он говорит, как раз вот под нас, под блогеров попадает. То есть, когда мы делаем исходящий поток на YouTube, а входящие мы уже принимаем потом в Telegram. Вот. Володь, смотри, когда нас с Дэном начали предлагать «Финика», а я не пошел в «Финика», потому что у меня остался там негативный опыт с Кириллом Доронином, потому что я был в «Эскалате», где он там был президентом. А вот у тебя, ну, ты же один из первых узнаешь вообще там разных проектов. Вот. У тебя были какие причины не заходить? Просто долгая работа. Ну, как долгая? Там он работал, может, полгода уже. Но ты в том году, если ты через год… Основное развитие у них пошло в августе, по-моему, 19-го года. Вот мы летом, да, это рассматривали, да, нам предлагали вот как раз Пашу Колесникову. Да-да, Паша. Вот мы с ним общались тоже, да. Да, и мы посчитали, что уже всё там с командой посоветовались, решили что-нибудь найти свеженькое и попробуйте работать. И зашли в B2B. И зашли там, но только не заходили. А потом… Тогда, Володь, озвучь, пожалуйста. Вот нас сейчас слушают на трёх каналах. Вот ты… Вы проделали анализ вот этой компании. Ещё раз, как называется? Бенсонанс? Да, Бенсонанс или Бенсонанс, кто как называет. Да. Вот озвучь, пожалуйста, по каким критериям вы решили, что в этот проект стоит заходить. Хорошо. Значит, там есть хорошие свои продукты, есть соцсети, все нормально заполнены. Дальше хороший маркетинг продуманный, где невозможно мультиками вывести кассу. То есть мы зашли на один аккаунт. То есть там нет смысла заходить два-три аккаунта, вот как мы делали это в Антаресе и так далее. Там маркетинг, бинар, классика? Нет, там классика, нету бинара. Потом дальше там будут также говорящие головы, также как там в Кэшбэре и так далее. Давайте говорить вещи своими именами, как в Антаресе. То есть представители, хорошая команда. То есть мы пообщались в Zoom, проводили с администрацией, с нашими программистами и с их программистами, задавали свои вопросы, они грамотно все отвечали. То есть это опытная команда, которая это все запустила, которая запускала до этого, не буду говорить что, но в общем запускала и работала довольно-таки долго. Программисты между программистами пообщались. Даже у нас там удалось, там мы кое-что нашли, наши программисты передали туда, там исправили. Отклик хороший, нету листингов. Сам маркетинг тоже довольно-таки прибыльный, потому что тридцатку, как я сказал, уже можно будет вытаскивать, это нормально там в будущем. Свой токен, DeFi-площадка будет так же, как у Андреаса, вот эта вот DeFi, так же, как у Финика была, когда они запускали. На это можно дополнительно нормально заработать еще на определенный процент. Ну вот пока так перечислил, а там уже посмотрим, как карту держится. Мы решили вот так вот. Андрей, ты что-нибудь добавил себе из нового? Ну, IT Smart Money новым не назовешь, то есть они, получается, с октября работают. Вот. А вот Friendex я увидел у тебя сейчас, новый проект. Они когда стартовали? До Нового года или после уже? А, Friendex. Да нет, я нашел на них информацию еще где-то, так, сейчас скажу, в мае, по-моему, прошлого года. Но там развития такого не было, то есть ничего, шума не было. Я зашел только по той причине, что я увидел, что туда пошли лидеры с Финика там и всех других. Ну, я понимаю, откуда приток будет, я понимаю, то есть, вот. Плюс, ну, как бы, там сайт напоминает полностью Финика. У меня сегодня ребята пришли, я показываю, они говорят, это что, Финика? Я говорю, нет, у Финика нет депозита. Это аналог Финика, да? Да, ну, я так и пришел, аналог Финика, да, там, под запросы, под... Так и называют, что мне тоже скидывали, тоже смотрели. А вы, Володь, клубом стали туда заходить, нет? Нет, мы не стали заходить, тоже, не знаю, может быть, жалей не будем, но и решили не заходить. Решили пропустить, да? Да, я зашел, еще раз говорю, потому что я увидел, что туда пошли лидеры, и, то есть, есть понимание, как бы, кто качать будет. То есть, ну, я надеюсь, не баблосбор, как это было, помню. Ну, тогда была подобная же ситуация, к примеру, там, взять Кэшбери, после него, когда он схоманул, запустился Лаани. Ну, может, помните, он, ну, я не участвовал там, но, говорят, он полностью напоминал также Кэшбери. Кэшбери. И там всех забрили, но он сразу замускался после скама Кэшбери. Вот, здесь, как бы, немного другая ситуация, поэтому надеюсь, что все получится. То есть, ну, по факту, там, если даже, допустим, начинают лидеры с Финика переходить, то есть, они переходят с командами, которые уже заработали, которые еще до сих пор деньги там работают с Финика, и они просто их перекладывают в другое место. Поэтому, в принципе, ну, и с учетом того, что они работали с прошлого года там, ну, там динамика не особо была, то есть, к Новому году было около 3000 участников, ну, в декабре. Сейчас около 20, ну, регистрации, конечно же, ну, наверное, третья часть, наверное, где-то, может быть, зашла, но я так предполагаю. А, я вспомнил, куда я зашел. Дейзи же стартовал 10 января, но они успели поработать только 4 дня, было внесено 25 миллионов долларов на старте, но вроде как не скоманули, потому что вебинары проводятся, руководство на связи, они объяснили, что у них смарт-контракт не выдержал просто таких объемов. Сейчас запуск перенесли на 15 марта, судя по последнему вебинару. Я что-то первый раз такой, слышу, как может смарт-контракт не выдержать объемов? Ну, посмотрим, да. Админ может не выдержать объемов, ребят, хватит, все, я пошел, куда мне билет дайте. Не, не, парни, реально, у меня люди, которые проплачивались в первый день, все нормально, я сам проплачивался. На четвертый день, вот мы с человеком, под моим контролем, в скайпе, он мне показывает экран, пытаемся проплатить, не получается. Там же есть, когда троном идет оплата энергии, или как это называется, а ее не хватает на транзакцию, а там объемы просто колоссальные были. Они, короче, сказали, что они сейчас один смарт-контракт поделят на пять, каждый будет выполнять свою функцию, чтобы нагрузку снизить. Не знаю, я матрицы не люблю, поэтому я посмотрел там, что-то пассив там около года вытаскивать свое, я думаю, блин, ну вот я, окей, со стороны пассивщика, я смотрю, да зачем? Ну и все, я сказал, нет, ну я... Ну, понятно, понятно. Ну, то есть я... Ну, я тоже, ну, там, здесь меня тоже прям... Да, очень сильно шутили, прям, да, 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 там отмахиваться приходилось. Там пассив, я говорю, ну, где я стою матрицей? Заработаешь здесь, я говорю, я понимаю, на пассив сюда не пойдет. Я тоже говорю, я матрицы не люблю, все, не хочу больше заходить в матрицы, потому что я знаю, что я заработаю, люди мои нет. Зачем? Понятно. Потому что они застопорятся на пассив, там все вообще было. Будет все огонь. Так нет, понимаешь, здесь еще даже не просто матрица. Да, это попасть. Вова, это даже не просто матрица, это матрица с предстартом. На предстарте все начинают выстраивать свою сеть. Долго она запускается, почему? Да потому что все хотят лидеров себе подзаработать, потому что первые бабки они заработают в первые же сутки. Как только они заработают бабки, они показывают свои чеки нижним, нижние, которые, мишутки, на пассив, которые заходят, вообще никого не приглашая. Ух ты, ничего себе, вот ты заработал 10 тысяч долларов за сутки, ну-ка дай-ка мне свою репку. Он начинает туда заносить бабло, остается на пассиве, потому что он никого не приглашает. Свои бабки в лучшем случае он вернет где-то через год, и матрица становится колом, потому что вышестоящий уже ничего не получает. Потому что нижестоящий никого не приглашает, а они выжали свою хассу там в первые сутки. Ну, грубо говоря. Да и все, она как бы колом становится, и те, кто зашли последние, они просто год вот так сидят, когда мы вернем свои бабки. Да, ну, в общем, была информация, что дэйзи запустил. Ну, смотри, там пассив-то на самом деле есть, другое дело, что я с тобой согласен. Он как бы, получается, видишь, как, да, вот мы зашли в первые несколько дней, у нас инвестиции есть, и мы видим, что прибыль нам начислена. Единственное, вывести пока ничего не можем, пока новый смарт-контракт не заработает. Да. Не, ну это технический нюанс. Я мешутить не собираюсь, конечно, ждем 15 марта. Да, у меня просто еще была инфа, что дэйзи тоже там присутствовали люди. Из этого скандального, шумного, очень давшего заработать админом летом. Я забыл, как он уже называется. ВГС, что ли? А, да, да, да. Вот, молодец, Андрей. ВГС, холдинг, холдинг. ВГС, холдинг. Нет, у людей возникли ассоциации. ВГС, холдинг же там сколько он, неделю или две поработал, и все. И, как говорится, и тут сказали, вот у вас четыре дня тоже ваш дэйзи поработал, и все, и выплаты прекратились. Так что аналогии напрашиваются, я не спорю. Нет, я-то, я-то, я же не заходил, я же не знал, что он четыре дня будет работать. Да. Если бы канал бы зашел. На ранее, на ранее, на ранее, то он продумал, что может такая ситуация быть. В общем, ребята, это как лотерея своего рода. Никогда не знаешь, где выстрелит, где пойдет. Да, да, да. Так, а у меня, кстати, ну, не знаю. А с другой стороны, кстати, вот опять же, хорошо, что мы вот собираемся, общаемся, потому что вот вы не зашли, я зашел. Потом я вам смогу ситуацию изнутри обрисовать. Да, нет, ну, даже что-то аналогичное появится, мы уже будем иметь какой-то исторический опыт. Да. И нам как раз таки даст расклад. Ну, как бы, почему бы и не. МММ-трон, кстати. Я что-то в последнее время начал на МММ-ке засматриваться. Ну, как бы, касса взаимопомощи, никакой действенности нет, система распределения. МММ-призм, если честно, там, ну, печалька начинается. Я крайний депозит сделал, уже неделю на ВИСИТ, никого ордера не создано. Хотя не захотел заводить депозит, просто у меня на вывод там стояло около 60 тысяч монет. Вот, у меня депозит 40. Я 20 оплатил, поставил на вывод 50, то есть они расширили диапазон для вывода. Было 25, потом сделали 50. И думаю, ну, ладно, была-не была, да еще и поддержу, как бы, МММ-ку, потому что, ну, как-никак, там, в принципе, получилось заработать. Спасибо. И, ну, отправлю, как бы, поддержу, просто систему отправил, пока ничего не приходило. Вот, это по Призму, поэтому там, ну, я уже ссылки там где-нибудь еще не оставляю. Ну, да, я уже тоже все ролики удалил. Дэн, а в Призме как ситуация в целом? Чего там? Ну, не знаю, у меня там больше 200 тысяч монет лежит на кошельке. У меня тоже 200 тысяч вообще мертвым грузом. Ну, можно продать, конечно, там, за копейки. Да, за копейки что-то жалко, знаешь. А вдруг? Сейчас, кстати, на самом деле, мы сегодня общались с Владом Цоем, у них есть определенная стратегия. Думки заходят, типа, да, слухи там. Не-не-не, нет, не об этих, не о Турк. Нет, мы с Владом общались там по-другому. Он запустил Призм Стабилити, и, ну, у него достаточно интересная тема, мы потом с ним отдельно эфир проведем. Там, ну, короче, там тоже, я думаю, нормально можно будет. Так, чисто поддержать монету, как бы, там, выделить какую-то часть денег по доходности. Это так, вот, понимаешь, вот сейчас с Призмом, что мы делаем в проектах, это мы гоняем воду туда-сюда. Да, да, да. Новая аудитория нужна. По факту ты ничего не зарабатываешь. То есть ты перекидываешь, у тебя вроде монеты прибавляются, а они все равно стоят. Они дешевеют, да. Они дешевеют, поэтому ты хоть там миллион будет у тебя монет, но они там будут стоить 0-0-0-0-0-0-0-1 цент и все. И толку от них вообще нету. Вот я часть монет, я 175 тысяч монет продавал, я как раз покупал монетку Уми. И ни о чем, кстати, не пожалел, потому что монета выросла, считай, доходила до 180 рублей, но сейчас она там стоит 9 или 108 стоит. И сейчас вот как раз мне в чате пишут на ютубе, что 17 миллионов долларов стоит стенка на биткоин. По биткоинам, точнее, на монетку. Для того, чтобы удержать курс. Ну, они просто в биткоинку поставили, а сейчас еще курс вырос, и относительно фиатных средств там вообще стенка просто стоит. Ну да, здесь они... Наглазил, да. У меня уже я себе там цель поставил, сейчас 20 тысяч монет, у меня будет через 10 дней, наверное, где-то, может, 12. И уже я сначала с 10 ставил, что из 10 буду выводить. Но, правда, вывел в том месяце, я вывел 400 тысяч рублей. А что говорит, какую монету? Да, Уми, монетку. А Уми. Да, вот из 20 тысяч монета вот уже нормальный выхлоп будет капать. Ну, там тоже надо бесконатично, я понял, что в этих монетах надо выводить всегда, фиксироваться. То есть, вот это вот включать, типа, а, через год я себе куплю квартиру, машину, любовницу, еще на Канары сгоняю, это выбрасывать надо. Потому что я буду капитализировать, я же инвестор. Вот, это все убираем, и просто есть возможность вывести, продаем, продаем. Ну, сначала зафиксировать свое, а потом уже как будет. То есть, это вообще вот, вот в MLM коинах, пара коинах, я понял, что надо работать только так. Да, согласен с тобой. Очень жаль, что человек по имени Сатоши Накамото в 2009 году не прикрутил маркетинг-план к биткоину. Вот, те бы люди, которые стояли у истоков биткоина, представьте, что все товарообороты битка сейчас бы под ними были, да? Ну, здесь тоже не факт. Смотри, обычные стандартные пользователи, они бы, скорее всего, там скептически бы отнеслись. А что там у вас? Сетевуха, секта, шляпа, ну и все. И как бы, то есть, ну, вот просто сейчас любой инструмент, если там сетевуха есть, все, это развод, это скамина какая-то. Слушай, ну, этот самый, я с британцем тут общался, ему предлагали биток в 2011 году купить, он тоже сказал, это ерунда, не стал ничего покупать. То есть, ну, к таким вещам люди всегда скептически относятся, кто-то поверил, кто-то нет. Сейчас этот, кстати, зашел еще МДФ, это МММ, короче, DeFi, на смарт-контракте, стартанул с Китая и Индии, ну, нормально. Да, смотрел, короче, там вообще шляпы редкостные, так что не надо заходить туда. Не, я туда зашел, я сейчас, не, в чем там шляпа, там? Там мы смотрели, я своим ребятам на аудит скидывал этот смарт-контракт, потому что сам планировал тоже зайти. Они сказали, что там есть, короче, он открытый смарт-контракт. Ну, то есть, неверифицированный, да? Да. Они говорили, что они аудит прошли там. Ну, они там прошли, но все равно у них там... У нас там зашло, они там кричали, что там сколько там, 10 тысяч человек, или что там 2 тысячи человек, и плюс у нас там 10 миллионов уже долларов зашло. Смотрели по смарт-контракту, они там сами себе там нулевыми... Гоняли деньги, да? Нет, там же так и построено, то есть, ну, вот эти закольцовки, просто они на смарте получаются. У меня туда люди не пошли, я его особо как бы, я записал... Я всегда так делал, я записываю один ролик, второй. Не вижу отдачи, все, я как бы, ну, значит, это людям не интересно, зачем я буду давать, потому что мне интересно. И все, я переключаться начинаю. Да, ну, а доходность-то там идет какая-то? Да, я сделал так, я сначала, ну, тоже, у меня не было никакого представления, как это вообще работает. То есть, я не работал вообще с блокчейном Натроном, ну, в смысле, вот с ДТшками. У меня не было понимания, сколько комиссий и все остальное. Я бы завел 100 долларов просто, потом там прошло 7 дней, я еще 100 отправил, вывел там все, ну, протестил как это. Ну, сейчас у меня 500 я завел, и я буду просто сейчас 500 заводить, короче, в среду и в воскресенье. И в итоге у меня будет тысяча работать, которая будет приносить, ну, там, в принципе, 2 месяца без убыток. Я там по большей части на пассив, потому что у меня люди там, ну, там регистрации были, что-то человек 30, может, но там все по мелочи так же. И я сказал, что если по мелочи, лучше вообще тогда не заходите, потому что там транзакции, вот эти комиссии, они просто съедаются. Да, да, да. Да, и это ни того не стоит. Плюс там надо тоже уметь, надо заморозку сделать газа и бендвичи, это, ой, не газа, а энергии и пендвич. Если этого не будет, то там вообще, ну, просто там троны будут исчезать, хошелька там просто с феерической скоростью. Там тоже тонкостей столько, и я так понял, что людям, чем сложнее вот эти вот все технические моменты, тем людям и не хочется вообще связаться. Поэтому я заведу там просто 2 по 500, как бы, и буду просто там в течение двух месяцев без убыток, а там уже как будет, так будет. Ну, как-то так. Ясненько. А так на смарт-контракте, в принципе, ну, интересно, как это будет все, ну, то есть исторически хотя бы посмотреть. Давайте обсудим тогда тему, как раз, которую я заявил, жесткая коррекция гриппа валюты. Да, 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 да. Расскажите, кто что думает вообще. Воу, у тебя вообще как ситуация вообще? Что ты планировал, то есть, ну, там пошла беда, ты три года ждал. Ну, я пока не верю. Ну, мы все. Ну, я не жду, ничего я не продал. Не продал за что, да? Я вообще продал кое-что прям очень хорошо, зафиксировал бенерыжки. Нет, BNB. Я покупал их. Да, ну да. Ну, по-моему, по 5 долларов в свое время несколько лет назад, да. Показал по 190. И плюс еще мой друг Влад Перковский. У меня там было, тоже не буду говорить, ни количество монет, потому что там нормальная сумма, не хочу одним словом. В общем, мы еще там определенное количество монет, я Владу перевел, какую там, была я тогда небольшая сумма. И он еще мне помог на ланчпадах, которые там проходили на Бинансе, то есть, аеошки, грубо выражаясь, и там вот эта вот тема, которая проходит на Бинансе. Мы еще, наверное, ну не удвоили, а там 1 треть этих монет, еще он не сделал. И потом мы это продали все за 190 долларов за монетку и зафиксировали 3800 процентов, посчитали. Да, вообще просто. Да, согласен. Следующий день 190, а на следующий день, ну ждали, там он 140 был, и раз до 190 доходит, 187 и 190. Да, потом он доходил еще. Да, на следующий день он доходил уже там 280 и уже 320. Ну здесь надо уже не жалеть, ты в любом случае в плюсе. Да, нет, я не жалею, я просто говорю, какие истории бывают, да, и ты, когда это смотришь, тут, ну ты уже тут жадничать не нужно, потому что ты и так заработал там 3800 процентов, куда уже больше, куда. Ты и так зафиксировал, вот эти вот просто вещи надо пройти. Я эти вещи проходил в 2017 просто в последний раз, вот эти, и сейчас я просто поймал себя на мыслях, что надо этот опыт опять повторить, и я его прошел, и все, ничем не жалею, и еду дальше. Я в сенаженном году только начинал, и я сам себе слово дал, говорю, следующий to the moon, и я не пропущу. Да, ну вот он сейчас идет. Да, он сейчас идет. Вот, понимаешь, здесь нет, вот смотри, эфир, к примеру, да, он, я его продавал, ну, когда он пошел вверх, я там убрал вообще там по 8000, по мне закинул, там, он у меня что-то крутился, вертелся туда. А потом, смотрю, рост пошел, я думаю, так, надо выводить, короче, потому что тузымунчик-то этот будет, а потом-то опять коррекция, зима, криптозима, и сидеть опять три года там куковать. Думаю, надо хоть что-то там вывезти, там, фиат перевезти, и все. Я начал выводить, где-то по 100, по 110 там продавал, 20 что-то продавал, потом 147, я сижу такой, так, 147, ну, давай еще трешечку и 150, кругленькая сумма, мы еще что-нибудь продадим. Мы выведем себе на карту, надо выйти. Ну, и, как бы, со 147 потом 106, вот сейчас 110, я сижу опять, жду. Понял, 110, это ты что? Тысяч рублей через обменник в басченчик. А, я думал, что там, что за цифры-то эти, 110 долларов, что я? Нет, 107 тысяч рублей, один эфир стоил, я думал, еще 3000, пусть сейчас и 150, ровненькая сумма, нормально упадет на карту. Ну, в итоге, короче. Ты, короче, зафиксировал эфиры, да? Я отчасти, не все, 10 эфиров у меня так и осталось. Я сейчас сделал последующим образом, я, все, что у меня приходит по партнерке, по пассиву, по активу с Амира, я все убрал реинвесты, и мне все приходит сразу на машину, день начинания. Ну, оттуда я тоже, тоже вывожу. И оттуда я уже, да, но 10 эфиров я там оставил, я вывел 10 где-то, и там даже больше, наверное, ой, и 10 оставил. Сейчас я купил сразу USDT-шки, но на счет тот счет я продавал где-то в 1000 по 100, он когда был, я точно в долгах, я просто не помню. Ну, короче, я продал несколько эфиров и думаю, так, если он сейчас пойдет на коррекцию, я думаю, что подкупать буду. Вот так он пошел вверх, я потом думаю, да ладно, я же его по 8 тысяч брал, ну что мне сейчас тут сидеть-то, жаловаться. Нет, я даже по 2020 не продал, когда он доходил. Так я тоже не продал, вот сейчас сижу. Эфир оставил, эфир оставил до лучших времен, мы будем продавать. Ну вот по поводу эфира, речь же пошла о том, что в апреле месяце вроде как будет какое-то обновление, и вот эти комиссии, которые сейчас жесткие. Сейчас же эфир почему не особо воспринимают, потому что комиссии жесткие. И вроде как там должны будут докрутить, если эта тема будет стрелять, то тогда, наверное, эфир так. Конечно, мы ждем весны, как говорится. Да, главное, слушай, а ты не боишься вот такого момента, что, ну может быть какую-то статистику надо было подвести. Когда исторический максимум шли, вот три цикла, да, уже было, там сколько, четыре. И вот каждый раз, достигая определенного исторического максимума, сколько вот он достигал. То есть пробит ли этот уже исторический максимум в этом цикле, или он еще впереди? Нет, мне кажется, конечно, нет. Сейчас только самое начало, если мы по новостям посмотрим, у нас только самые крупные игроки, и только сейчас заходят. Я там ролик написал. А когда был 18-й год, помнишь? Там другая история. Китайский Новый год, и пошло, 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 все, в никуда. Там другая история, другая, Денис, там не было вот таких вот. В интернет-функционалов не было, я согласен. Не было таких вот. Да, сейчас люди, и он Маск закупил там, поскольку он там, по 45 или по 42. Ну, 38 он начал, и потом 45. Да, 38, там, потом, вот сейчас, вот что сейчас происходит? Его опустили для того, чтобы, это мое личное мнение, зашли крупные игроки, потому что я слежу за новостями, можно там по кошелькам бирж это посмотреть, кто там выводит биткоины, кто там заводит, и все, там уже в блокчейн его все видно. Сейчас просто крупные игроки, они зашли, и они не будут там себе в убыток это все делать, заходить. Вот, Вова, немного перебью. У меня тоже такое же мнение, то есть, смотри, вот если бы Илон Маск заходил по 5 тысяч долларов бы, да, то есть он собирал, 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 но когда он объявил о том, что вот я сейчас 38 штук, он стоит, и я сейчас залетаю, я понимаю, что Илон Маск как бы, ну, далеко не дурачок, чтобы сейчас зайти по 38, и потом 3 года сидеть, куковать, когда он там до 10 опустится, или до 20 тысяч долларов, то есть, то... Да, крупные фонды зашли тоже там, 46, они там вообще все выкупают под ноль, что есть на биржах, на биржах там есть биткоины, но такое количество уже никак было там год назад, такое, все выкупают вообще под ноль, все. Какие-нибудь монетки Вова взял себе на будущее? Я, да, взял, но я не могу сказать, потому что у меня только в закрытом клубе эта информация, я не на будущее, а вот BNB зафиксировал, я половину суммы зафиксировал в Fiat, и кое-что там сделал, это она очень большая сумма, и такая же очень большая сумма, я на нее закупил, еще там 3 монетки взял, распределил, еще, чтобы на ней еще X сделать, но эту информацию я даю в закрытом клубе, или продаю там, у меня там своя там стратегия, там что-то в новостных каналах озвучиваю, но могу так поделиться, когда уже прямой эфир пройдет, я могу вкинуть посты, которые я делал, что я там закупил, и сейчас вот как раз самое время, те монеты, которые я давал, они уже каждая там дала моим людям заработать, если бы они хотели, они там заработали, какие-то монетки там сделали 200-300%, какие-то 50% через день, какие-то там еще, вот BNB я там говорил, в закрытом клубе, когда 52 доллара она стоила, и пошел вот этот вот рост после, через несколько дней, я говорил, ребят, можете попробовать закупить BNB, потому что я думаю, что она будет стоить 100 долларов, вот там есть у меня кругляшок, я там же его в новостной канал выкладывал, что я там говорил в закрытом клубе, и что произошло, через несколько дней ребята уже там, у меня все довольны, у меня там ребята заработали по 200%, я там скрины в Instagram скидывал, в новостной канал на BNB, то есть купили там по 62 доллара, зафиксировали там по 200 с копейками, кто что там, кто на что гораст, и кто-то оставил чуть побольше, потому что мы на всех этих монетках планируем там ну минимум 400% заработать, минимум, а там до бесконечности, ну как, конечность-то есть все равно, но все равно можно побольше там и 10 иксов, и 15 рубить, и может быть больше там некоторые монеты. Это зависит, наверное, все-таки от дистанции, насколько готов терпеть, потому что, ну, звать, смотри, вот, допустим, тот же Эфириум, да, он же в свое время тоже давал иксы, там, по доллару, клуб 5, 5 иксов, ребята, продаем, ну, а тем бы людям бы сказать, что, ребят, в 21 году вы увидите его по 2000 долларов. Да, вообще, если я просто не представляю, это как вот Тратнер, Артур, он тоже же говорил, прямой, который мы проводили, что он Эфири продал, не помню, по какой сумме, и потом через неделю, через две, ну, грубо выражаясь, там, продал за 100 тысяч долларов, а было бы там 3 миллиона долларов или сколько там, и все. И все, тоже вот человек, видите, я тоже сам, да все так делали. Я тоже Эфир покупал по 8 долларов в свое время. Ну, это 17, 16, 17 год, наверное, при этом. Да, по 8, и потом он когда 32 доллара, надо продавать, ничего себе. А ты представь, если бы ты на тот момент бы просто себе оставил, ну, я не знаю, сколько у тебя там было, да, ну, примерно, там, 10% суммы, которая у тебя была в Эфирах, ты бы оставил себе бы. Ты бы сейчас вообще себя комфортно чувствовал. Понимаешь, все это с опытом приходит, когда ты работаешь. И сейчас вот я вот тоже, у меня хорошее количество Эфиров, и я их зафиксирую по 3,5 тысячи долларов за штуку минимум, а так, может быть, и по 5, и по 10 подожду, когда вырастет. Я подожду, я терпеливый. А что думаешь, ну, что в этом году будет по Эфиру? Ну, просто вот твои такие догадки, я понимаю, что ты там не криттоэксперт. Ну, весной мы все-таки увидим, вот как раз, как ты говоришь по этим новостям, это 3,500, я жду, я первую часть буду фиксировать, наверное, весной. Я планирую, это не призыв к действию, по 3,500 я планирую продать часть. А потом оставлю часть по пятере, зафиксирую, и по 10 тысяч долларов, когда он до десятки дойдет. Может быть, это 10 будет через несколько лет, но я подожду. Ну, а не думаешь, что будет опять коррекция, как это было? Был 1400, потом пал до 80 баксов. Будет, конечно, коррекция, потом он, причем она будет не 3 года, как на наш взгляд, она будет лет 8, следующая коррекция. Да ты что? Лет 8 мы будем ждать, а не 3. Следующего булрана, да? Да, так что сейчас, вот сейчас время, год-два, прям вообще просто выцепить здесь по максимуму. Выйти потом в фиат, все продать, всю крипту. И уже потом, когда она упадет вообще до низов, как мы это видели в 2017 году, потом перезакупиться на часть, а часть денег просто потратили, потому что мы для чего зарабатываем деньги? Для того, чтобы... Да, чтобы тратить, а не просто их капитализировать все время. Просто смотрите, вот я раньше тоже там две цели всякие там ставил, там 10 миллионов долларов, 100, потом там через 5 лет, или потом миллиард, потом подумал сейчас вообще в этом году, я там все переосмысливал, много прошел трансформаций, еще подумал, на хрена мне эти, короче, 100 миллионов долларов. Я даже не знаю, на что их потратить. Нет, они будут просто на них лежать, я просто все куплю, я лучше буду кайфовать. Чтобы красивый памятник тебе на могилке потом поставили. Это точно. Слушай, а вот ты сейчас упомянул, что типа может быть спад на крипте, а почему, ну, с чем он может быть связан, если мы сейчас говорим, что институциональные крупные инвесторы заходят? Они зашли, они же тоже там биткоин дойдет там до 200, там 300 тысяч долларов, потом-то все равно фиксация, они будут делать. Потом биткоин просто, он опустится, на мой взгляд, то есть если он дойдет до 300, опустится до 40, как он сейчас стоит примерно, и будет лет 8 стоить 40 тысяч долларов, или там чуть меньше. В общем, он взял, что вот может этот диапазон продлиться, вот этот цикл 8 лет. Откуда ты? Ну, потому что. Кто-то говорит или ты как-то прочитал? Нет, мы с ребятами просто общаемся. Да, я общался с трейдерами. С трейдерами там, с аналитиками. Мы считаем, что будет так, что он будет затяжной такой. 6-8 лет. Это чтобы по максимуму выжить в тех, кто вот еще 3 года прошло, нет, 4, нет, 5 продал. Мы сколько ждали? Мы же ждали там через 2 года весны там. Нет, сначала все. Ну, нет, первое, когда 18 год. Нет, ну к новому году там будет все нормально. Многих хайп запускались на битке, а на битке они запускались хайп, они принимали крипку, и все думали, что ну сейчас к новому году пойдет вверх, мы вам битков меньше отдадим, и мы как бы не скам, а вы там все довольны, а мы тоже при битках. Крипта вниз пошла, и все, и в итоге скам. Ну да, там такое было, конечно. Ребят, вы слышали, да, Вова сказал, что по 3 500 будет фикситься, так что кто хочет в эфире фикситься, 3 499, а то Вова все продаст и цена упадет. Я не такое количество, мне тысячу эфиров было. Володь, как погода в Сочи сейчас? Снега много? Снега нет у нас. Я шусь. Не, у нас был 3 дня снег, я как раз записывал там интервью по Вордликсу, ездил как раз сам, приезжал сюда, и сейчас здесь ездил. И снег прям шел, можете ролик, вот последний у меня на канале есть, можете зайти, там вообще такие хлопья, там 3 дня пошел, и то он как шел, потом стаял в этот же день, потом прошел, опять растаял. 3 дня, и все, сейчас уже все, уже хорошая погода, сегодня прям солнышко светило, еще на море, после башни. Тест тут в европейской части засыпало конкретно, у тебя, Дэн, что там во Владивостоке? А, у нас нормально, я сейчас, я вот в отпуск ездил, отдыхал там недели 3, потом час вернулся, я, у меня режим нормализовался, почему мы сегодня проводим-то пораньше? Пораньше, да? Я, потому что, я сейчас уже автоматически сам просыпаюсь, ну это в 9.30, где-то так, я просыпаюсь, потом зашел, я в соцсети еще не захожу, я сразу пробиваю все, что там у нас работает, скамов нет до утром, все нормально, такое все, я пошел, я пошел пробегаюсь, пробежечку делал, потом немного там на спортплощадке позанимался, прихожу домой, обливаюсь холодной водой, выхожу на балкон, постоял, обтерся, и все, и потом я кофе, и сажусь уже конкретно работает, ну вот у меня вот так вот. Снег есть у вас? Снег есть, ну сейчас уже все, уже как бы весной попахивает прям, а так вот. Ну в ролике, где ты обливаешься, там снега прилично. Ну это было недели 3 назад, тогда да, был снег. Ну это было как бы, не в самом городе, в городе я не обливаюсь, в городе я только холодный душ принимаю, а так, когда к родителям уезжают, это да, там. Володь, ты упомянул компанию Worldlex, это что такое? Вот, кстати, да, здесь вопрос я хотел задать, пусть Владимир расскажет про Worldlex и SB, SB не знаю, Worldlex, это где автопрограмма, 50 проектов. Расскажи, мне тоже интересно, там как нормально все или как там? Да, ну смотрите, сегодня какое у нас число, 26-я еще у вас. Вот еще не могу сказать, а хотя, наверное, могу, потому что уже прошла конференция вчера, SpaceBot, они подключились к Worldlex, эту монетку сейчас берут себе в оборот, тоже будет стейкинг, кстати, в клевер добавили тоже WDX, тоже монетку Worldlex, тоже договорились, сейчас уже листинг, не знаю, информацию можно сказать или нет, но листинг на такой, на достаточно крупной китайской бирже будет, или уже там состоялся, я вот честно говоря, не знаю, и сейчас они тоже там будут кое-что делать, 1 марта, очень глобальные изменения будут, тоже очень интересные, но это что касается стейкинга, что касается автопрограммы, то выдано уже больше 120 автомобилей, я сейчас весной тоже буду сейчас себе покупать автомобиль, тоже через эту программу, так что все хорошо, с Worldlex, если в стране, тоже сразу спрашивают еще раз, как обстоят дела с Worldlex, вроде машины покупает, но все в обход биржи, объемов нет вообще, сейчас объем будет, вот я сейчас скажу одну вещь, в общем 1 марта будет все хорошо, примерно, вы узнаете очень хорошие новости, но там только новые машины, да, можно, то есть только с салона там пробежать, машину салон или там технику любую, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, и так далее, но именно салон, то есть на автору или на дрон там зашел, нашел что-нибудь взял, так не получится, нет, только в дилерском салоне, это все можно взять в любой точке России, Володь, но я вот особо не вникал в эту концепцию, там, когда платится часть, часть только там автомобиля, а потом остальную часть доплачивает компанию, вопрос сразу возникает, откуда дополнительные средства берутся. Да, я тоже задавал этот вопрос еще раз, но чтобы Саймон озвучил это в прямом эфире, тоже можешь ролик посмотреть, он как раз там небольшой, там на 17 минут, там он отвечал на вопросы, но я сейчас озвучу. Первое, это то, что лизинговые компании имеют скидку в дилерских центрах, где-то 15-20 процентов, они дешевле машины продают, раз, потом они деньги принимают в крипте, могут принимать в крипте, многие, и я буду за крипту, я вот в свои эфиры планирую там действовать, 10 или 20 эфиров мне надо вложить, даже посещать курсу, чтобы купить себе машину там за 5 миллионов рублей, которые я хочу. Я эти деньги завожу, эфир сейчас стоит, допустим, там 1400, через, как вот Денис рассказывал, как Финника работает, или вот такие вот дела. На этом зарабатывают, то есть с этих денег они тоже могут выплачивать эти 50 процентов, и у них еще остается, как вы сами понимаете, большая маржа, большая прибыль. Потом еще два момента, но это, честно говоря, вылетело из головы, надо ролик пересмотреть, но там 4 момента, в общем, он озвучивал, и то без крипты, это я уже дополняю, но мы тоже говорили, просто в этом, не включили это в ролик. Это уже когда тет-а-тет, мы общались, просто рассказывали. Поэтому они в себе в убыток, как вы сами понимаете, не будут это делать, и машину там покупать не будут. Пересмотрите ролик, вот последний есть, кто хочет разобраться, зайдите на мой канал, заработает хорошо, кто там вопросы задавал, посмотрите, там все ответы вы найдете, почему так они делают, и почему они платят за вас 50 процентов. Вы чеки, каждый месяц можете, вот что они платят, приезжать в офис, забирать, пожалуйста, чтобы у вас все чеки были. У вас вексель на руках. По договору, даже если с лизинговой компанией что-то случается, то все равно закрывают, у вас машину никто не забирает, все равно машина остается у вас. Все законом. А сколько они работают? Вордлик запустился. Вообще мы с закрытым клубом заходили вообще еще, когда не автопрограммы не было, там вообще вот мы самые первые заходили, когда Саймон эту идею придумал со стейкингом, наверное, больше года назад. Но потом был ребрейдинг из сайта, потом автопрограмма была придумана. Там сейчас, кстати, жилищную программу они тоже будут делать, там очень крутую. Такой нету нигде той же программы, ни у Финика, ни у Антареса, или где там эти жилищные программы. Таких не будет. Она будет очень выгодная и очень крутая. Когда на стартане отвор? Ну, сейчас они как раз все продумывают. Не знаю, когда, но, наверное, после лета или летом. У тебя нет еще никаких условий инсайдов? Инсайдов? По ворлипсу? Не, ну как это будет выглядеть? Ну, есть, но я не могу сказать. Я понял. Володь, а пассив там какой? Если что, потом тет-а-тет. Могу сказать. Володь, пассив какой там? Пассив сейчас, но они маркетинг сейчас полностью будут менять с первого марта. Поэтому сейчас он изменится. Сейчас смысла нету говорить, какой маркетинг. Он будет другой, но выгодный. Там будет на VIP-пакетах 1,1% в суток платиться. Нормально. Интересный процент. Такие проценты любят. Вова, а слушай. А вот в 2020 году какая доходность была? У меня сейчас тоже, кстати, капает 1,1%. Ну, у меня там и структура большая, 1600 человек, и вклад тоже немаленький, там больше 10 тысяч долларов. Там определенные условия надо выполнить, чтобы тебе платили такой процент. А начинал я с 0, с 0,9, если я не ошибаюсь, с 0,9, потом 1%, потом 1,1. Ну, а кто-нибудь пользовался у тебя программой вот Синерджи или Финика и получали автомобили? Да, у нас Финика в закрытом клубе много людей писали, вот человек у нас две машины получил. Одну и потом вторую. А ты сам не пробовал? Нет, не пробовал. Я вот первый раз буду пробовать такую программу как раз в Worldly Series. Автомобиль буду покупать через такие условия. 50% я считаю, что довольно-таки круто. то есть машина в полцены у тебя выходит. Ну да. А, кстати, я забыл добавить, что они еще должны Каску и ОСАГО купить через именно лизинговую компанию, они еще на этом зарабатывают. То есть это обязательно условия покупки. Она столько же стоит, как и в салонах, но надо сделать это там. То есть там все продумано... Комиссионы идут именно эти. Да. Там все продумано и все четко там. со всеми делами. Володь, ну смотри, с такой доходностью 1,1% в сутки, то есть разве нельзя отнести такой проект к хайпам? Ну, конечно, можно. Ну, стейкинговая программа больше похожа на хайп. Автопрограмма больше похожа на реальность. Я говорю, как есть. И то, они там, конечно, не считают себя там ни хайпом, ни пирамидой. Все там четко. Ну, в любом случае, если приток людей становится, то и монета будет меньше стоить, и новые участники наверняка... Ну, в смысле... Вот, я говорю, сейчас надо дождаться 1 марта, потом будет все понятно всем, и вообще будет просто... я сейчас буду кое-что делать еще 1 марта. Как раз сегодня посоветовали из первых уст, так сказать, что нужно сделать, чтобы еще больше заработать. Тоже могу влечь, куски, благо сказать так. Дэн, расскажи о впечатлениях от Phenomenal. Так, Phenomenal Token, я зашел туда... Так... Да, меня, кстати, тоже звали, но я тоже не стал... Ну, я... Смотрите, мне что понравилось, то, что есть пулы обеспечения. Сейчас очень много появилось подобных, это квадро, там, по-моему, кошелек, там, еще там что-то, то есть они по такому же принципу, но эти заявляют о том, что у них есть пулы обеспечения, то есть у них есть пул, и в любой момент можно продать эти монеты по стоимости, там, по курсу, который есть, вот, и это для меня, как бы, было таким, как бы, ну, приоритетом. Вот. По пассиву, конечно, там не жирняк, то есть там, то есть за счет того, что ты покупаешь лицензию, и ты от этой лицензии можешь там заработать, ну, не 300%, грубо говоря. Ну, подожди, пассив же там заявляется 30% в месяц. Нет, он зави... пассив зависит от стоимости токена, то есть, насколько токен растет. Ты вообще изначально покупаешь все токены и кладешь в кошелек. То есть заплатил ты за кошелек, ну, к примеру, он стоит тысячу долларов, например, да? Да. Значит, и у тебя есть возможность положить туда максимально полторы тысячи долларов, но в токенах, эквивалент. Токен начинает расти, потому что идут транзакции и тому подобное. Твои бабки, которые ты заплатил за этот кошелек, часть пошла в пулу обеспечения, часть пошла на партнерку, часть пошла админом за то, что сервис придумали. И вот ты с этим вот полторы забил себе, ты можешь то 100 долларов положить, и он тебе будет генерировать прибыль до тех пор, пока у тебя полторашка, там не будет, забьется до полторашки. Все, потом он начнет продавать лишнее. Токен растет, если он продает лишнее. Но здесь все упирается в то, насколько быстро динамика этого роста токена будет, потому что если транзакции не будет внутри системы, то, как бы он и станет колом. И это будет тогда вообще неинтересно, люди там очень выгодить, тогда начнет там потихонечку подниматься. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что нормальная тема, и сейчас они говорят о том, что будет там все это на смарт-контракте, и тогда будет вот этого человеческого фактора, когда пул там в руках одного человека, в принципе, его не будет. Ну, и плюс ко всему еще мне сказали о том, что там, ну, во-первых, есть лидеры, которые там реально очень большое количество там битков, допустим, заводят, да, команды, и тогда лидер, этот лидер, то есть создается там три подписи, и без этого лидера, с этого пула, который собрал он, никто вывести деньги уже не может. Если два человека собирается, он должен быть обязательно, то есть, каждые сутки на связи, и тогда можно там переводить. Вот. Ну, говорят, что переведут все на блокчейн, сделают на смарт-контракте, и тогда будет как бы более безопасно. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, в принципе, я зашел, у меня там регистрация нормально, вот, я и на биткоиновую тему зашел, хорошо, что я зашел, кстати, еще в том году, потому что тогда биток позволял это делать, сейчас это, конечно, уже там очень дорого, потому что биток взлетел, и сейчас там в пять раз больше переплачивать. Сама схема обеспечения действительно работает? Ну, там что... Ну, у них кошельки, которые, в которых действительно показывают битки, и раз в сутки они потом собираются, там, кому на выводы поставили, там, или еще, они в хлопс этого пула, там, подтверждают, там, три подписи, и... или четыре, там, и они начинают раскидывать, и все. Ну, пока все функционирует нормально. Ну, мне кажется, нормально, как бы, там. Ну, главное, чтобы... Самое главное, я считаю, что... чтобы стагнации не было. То есть, когда все купили все токены, никто, увы, не заходит, и транзакций токенов нету, то есть, никто не продает, никто не покупает, и в итоге токен стоит на одном месте. Ну, и там доходность какая-нибудь будет, там, не знаю, 0.001% в сутки, народ просто будет выходить, и... ну, и все. Ну, это единственный, вот, мне кажется, такой риск. Потому что, если на смарт не идут, то нормально будет. Володь, есть известный сервис под названием BestChange, где мы заходим и сравниваем курсы разных валют, где выгоднее обменивать, то на то, да? А что думаешь, может быть, у тебя появлялась такая идея? Вот смотри, блогеров, которые пишут на тему инвестиций, ну, достаточно много уже. Там, свои каналы, кто-то тексты пишет, кто-то в видеоформате пишет. А что, если бы нам сделать вот какой-то такой сервис, в котором, например, человек заходит и сразу видит, например, популярность того или иного проекта, может быть, там какую-то систему оценок выставлять. Ну, примерно то, что делают мониторинги, да, мониторинги они показывают, платят, не платят и так далее. А именно сделать не по мониторингам, а вот нам, среди блогеров, скажем так, вот что думаешь? Ну, я думаю, какие же сервисы есть? Да, что смотреть-то на этом мониторинге, что популярность блогера или что я не очень понял? Ну, смотри, пример тебе привожу. Вот нас слушают разные люди. Вот новичок услышал, есть компания Финника, да, ну, вы же сами, например, вот и тебе, Володя, и Дэну, и мне регулярно кто-то пишет, а вот смотри, классный проект, да, но опять-таки прежде чем куда-то заходить, нам, естественно, приходится делать анализ, тратить время, да, то есть это что за проект, когда он появился, там, и сами знаете, иногда бывает рассказывается одно, а по факту там другое и так далее. Так вот, представьте себе, если есть некий ресурс, там упоминается проект, и там, например, видно, что блогер там Сушков, Дэн Инвест, Андрей Жариков в этом проекте есть, и там поставили лайки, а вот этот проект Б, их в этом проекте нет, и, например, каждый блогер пишет, а почему он не стал заходить в этот проект, и уже у человека складывается цельная картина, вот что-то типа такого блогерского мониторинга, скажем так. Ты представь, если бы такой бы мониторинг был бы на тот момент, когда Финика стартовал, и мы туда втроем не зашли, нас бы захейтили, ты что, зачем нам такое? Нет, ну, опять же, вот мы общаемся, мы объяснили причины, извините, а это Кирилл Дороня, надо было, чтобы компания Эскалад нормально работала, и он бы не потерял свою репутацию в моих глазах, вот если бы Эскалад так фигово не работал, я бы, может, и Финика зашел, понимаете, то есть, то есть, тут вот, ну, свои нюансы, короче, еще раз, BestChange чем удобен, что ты заходишь, и тебе быстренько, раз, показывается рейтинг обменников и самый выгодный курс, вот, и вот что-то такое именно для инвестиций, чтобы за короткое время человек видел обзор, что сейчас популярно, а если какие-то блогеры не зашли в проект, почему не зашли, что их там насторожило? Ну, идея, в принципе, неплохая, просто нужно ее так подшлифовать, не знаю, идея хорошая, но такая стоит. И более того, смотри, то есть, даже это могло бы быть выгодно и удобно для самих блогеров, то есть, например, вот, ну, как я это вижу, то есть, есть некая таблица, допустим, идут имена блогеров, да, и решетка такая, название проектов, если ты есть в этом проекте, пожалуйста, ставь там свою реферальную ссылку, пиши какой-то комментарий, что тебе там в проекте нравится, что не нравится, если в проекте нет, там, опять же, можно написать комментарий, почему не стал заходить, и так далее. Я понял. Ну, идея такая, можно обсудить. Неплохая идея. Ну, это все время. Да, время, это все время, энергия. Да, 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 согласен. Нет, время, это время, ребят, но еще раз задумайтесь, кто-то когда-то там, годы назад придумал такой сервис, BestChange, да, потратил время, потратил деньги, но извините, сейчас, по-моему, все этим сервисом пользуются, и в обменнике ходят через него, то есть, и что-то подобное можно сделать и для рынка инвестиций. Надо просто подумать, как эту тему можно монетизировать, да, да уж. Да нет, но дело в том, что есть куча мониторингов, которые также вставляют там какие-то проекты, платят, не платят, там, и все остальное, то есть, ну, я согласен, но, видишь, мониторинги заходят, извините, там, в какие-то вообще однодневки, которые там неделю-две работают. Мы же все равно, как блогеры, стараемся более-менее что-то нормальное подбирать, да, понятное дело, мы гарантии не даем. Такой ресурс есть, только это у блогеров, он не отображает. Кто-то пишет, как на эту доску объявлений трафик лить. Вот. Тоже. Так, а трафик, мы же блогеры, мы как раз и будем трафик. То есть, вот представьте себе, даже наш стрим, вот мы проводим стрим, мы открываем демонстрацию экрана и делаем обзор. Вот давайте посмотрим, ребята, что у нас тут изменилось за прошедший месяц. Открываем вот эту таблицу или рейтинг и смотрим, что изменилось. Так, ребят, что мы уже почти полтора часа с вами вещаем, может проведем какой-нибудь конкурс, какую-нибудь раздачку устроим. Да, и вопрос, Дэн, там кто-то написал, что есть такой ресурс. Ребята, в комментариях тогда ссылку пришлите, интересно было бы посмотреть. Да, Роман написал. Ну, Ром, напиши в личку там, Роман, в Телеграм напиши, потому что здесь, скорее всего, не пропустит Ютуб комментарий. Так, ребят, мы будем конкурс какой-нибудь устраивать? А, да, можете. Я вчера ложился спать, думаю, какое слово завтра загадать? А можно любое слово, да, обязательно? Тебе, тебе это слово приснилось? Нет, я на ночь просто ложился, засыпал, типа, я знаю, какое слово загадаю. Смотрите, можно любое слово, не обязательно материальная вещь, просто какой-то там. Ну, вообще, любое, но желательно так, чтобы они могли отгадать, хотя бы в ближайшие 20 минут, три слова, а не так, чтобы мы сидели пару часов. Так, Андрей, черканичи в нашем общем чате? Да, сейчас, надо придумать. Надо только найти, как у нас там чат назывался, давно так ничего не писали. Блогеры. Вижу, я нашел, все. Так, сейчас вот так вот делаю. Все, так, я загадываю слово, у меня вот такое слово, я надеюсь, кто разыгрывает, какое количество монет и каких. Ой, я не знаю даже, ну, давайте еще что-нибудь сами. Так, ну, у меня приз, мура, троны, нет, они мне для газа нужны, USDT-шки, комиссия большая, призм. Давайте 100 монет призм. В кроне там большая комиссия сейчас увеличилась. троны мне нужны, у меня просто в МММ работает, у меня газом всегда. Ага, я разыгрываю сколько там, 100 трон. Ну, 100 трон. Так, я вот слово отправил, ребят, посмотрите в чате, А я смотрю сейчас, какое слово можно. Андрей, тоже пиши, чтоб я знал. Так, давайте мое первое слово будет, да? Вы уже его видите. Ну, и сейчас мы, соответственно, так. А я тогда тоже посмотрю. Пометку, да, кто выиграет, ребят, напишите мне в личку, получите монетки. Какая монета будет? Призм. Ну, давайте, раз его тогда троны разыгрывать, давайте, что я, это, я, я тоже, я тоже 100 трон, да, что я рыжий, что ли? Давайте, я тоже, ребят, 100 трон разыграю, тогда давайте, погнали. Все, слово есть, я его загадал, кто угадывает, тот победитель. Смотрите, ребята, я сейчас подниму немного чат, так, чтобы вы увидели, и смотрите не в сам чат, а смотрите на экран, потому что экран, это то, что я вижу в онлайне, в чате, и тот, кто вот здесь, вот именно, на картинке, ну, в смысле, на экране будет первый, тот и победитель, а не то, что в чате, потому что в чате у них только задержка, там идет, тому подобное. Так что все, поехали, живое, не живое, наводящие вопросы, 100 монеток трон на кону, вот, ден инвест, напишите, пляжу, нет монетки. Поехали, пока нет никаких вариантов, у нас не особо активно пишут, или задержка идет какая-то. Я тоже придумал, не стал там. А, так, вижу. Андрей, ну ты... Так, ребят, смотрите, какое задание, вы должны, кто присутствует в чате, на YouTube-канале, угадать слово каждого блогера, кто угадывает, тот получает 100 трон. Сейчас мы угадываем слово кого? Мое. Так, сейчас мы угадываем слово Дениса. Три розыгрыша у нас будет. По 100 трон. Сейчас Денис слово написал, мы его все, вот я и Андрей, видим. Вы должны его угадать. Пишите в комментариях. Да, наводящие вопросы задавайте, да, и кто первый угадает, тот красавчик, получает 100 трон. Итак, наводящие вопросы, живое или нет? Нет, это не живое. Дома есть? Нет, нету. Да, вот слово. МЖ, мужского рода, слово. Кто хочет с трон, пишите варианты, ответы, друзья. Большое или маленькое? Ну, это пощупать нельзя, но это, наверное, очень большое. Тема слова. Слушайте, что Денис говорит, спрашивают, тема слова. Что спрашивает? Тема, тема слова. Какая тема? Ну, подсказка. Тема есть. Неживое. Неживое, ты сказал, какие еще подсказки? Это неживое. Большое или маленькое, это большое. Неживое, большое. Потрогать это нельзя. Это слово мужского рода. Это не инструмент, не хайм, не морского рода. А нет, подожди, мужского же рода. Мужского, мужского рода, да. Мужского. Нет, не блокчейн, не пирамида. Нет, отдых нет. Большое больше, чем пирамиды, друзья. После наших стримов у людей вот прямо мозги про финансы, про крипту. Это, наверное, вообще самое большое, что есть, наверное, на планете. Тайт, альткоин, да, самое большое, что есть на планете, друзья. Подсказка больше, чем пирамиды. Подсказка больше, чем пирамиды, это точно. Самое большое, что есть на планете, но пощупать это нельзя. Биткоин, облако, воздух, сон, живое Чувствовать это нельзя Чувство, нет, это не чувство Океан Нет, это не океан Океан, воздух, интерес Ощутить океан можно А это слово нельзя ощутить Эльбрус нет, вселенная нет Небо нет Воздух, инструмент Эльбрус тоже мне пишет Воздух, скам Скам, да? Скам больше планеты Для кого-то Возможно, кто деньги потерял В каком-то проекте Азон, галактика, море Нет, друзья Космос На земле находится Космос, нет Марс, эфир, космос, мир Душа, галактика Нет, биткоин Нет, эфир Марианская впадина Подсказку какую-то надо Нет, уже в принципе начинают более-менее Дэн уже хорошую подсказку сделал, да Да, уже Есть какие-то слова такие Даже могу их там Уже близко, ребята Типа галактика, космос Типа море Ближе к этому Нет Эверест Нет, ребят Вспоминайте, что у нас есть на нашей планете Эверест Нет Блокчейн, мечта Нет Не мечта Что такого большого на нашей планете, чего потрогать нельзя? Париж О, все, у меня есть победитель Экватор Есть Все, поздравляем Молодец Так, Игорь Окей, я по методу сделал, Игорь Все, я ему отправляю 100 монеток Ребят, это было слово экватор Это действительно самое большое, наверное, что есть по охуам На планете потрогать это не как нельзя и мужского рода Ну, в общем, вот так Ютуб канал, молодец Во, первое слово Ребят, сейчас будет слово от Андрея Но перед этим мне, наверное, придется загуглить это Мне нужно написать Только вслух не говори Мне нужно написать в Телеграм Или, если ты знаешь Кошелек Дениса Кошелек свой Так, Николай Прыгунов, поздравляю Нас Игорь выиграл Ну, блин, Андрей, это капец Сколько угадывать-то будут это Я, кстати, тоже не знаю, что это за слово Мне купить пришлось Нет, есть такая машина Я подсказку, кстати, даю Есть такая машина Ну, японского производства Все, сейчас быстро угадает А я даже не знаю такую тоже машину Честно говоря Нет, есть Нет, она малоизвестная Это старая такая, древняя Еще там в 90-х годах Называлась она Дэн, подсказки Подсказки Пип Ниссан Пип Называлась Ну, здесь Это японского производства Ну, здесь, ладно Я так прочитал, примерно Прикинул, что это такое Все, ребят, поехали Слово, как всегда, от Андрея Жарикова Непростое Но стоит всего-навсего 100 трон Так, Тесла, Тойота Нет, друзья Нет, нет Даже подсказку дадим Это Ниссан Ниссан Да, и вот потом Вот так вот Как это слово Патрон Нет, не Ниссан Не Патрон Тут уже Тойота И Судзу Да, Цунтан Да Ребят, нет А, Тида Нет, не Тида Давайте так Это потрогать нельзя То есть вот это слово Потрогать нельзя Уже подсказку дали Тут уже надо просто машины Короче, это перебирать И все Не, ребят Я уверен Те, кто не из Дальнего Востока Вы даже, наверное, не слышали Про эту машину Даже если вам сейчас бы сказали Ребят, изначально это слово Это не машина Да, изначально это не машина Да Изначально это слово Которое можно загуглить Ну, означает оно Только вот я сейчас Узнаваю, что это означает Кашкай, микро Нет, ребят Нет, нет Давайте это все-таки Открываем Нет, не то Ни Скайнлайн Ни Максима Ни Ариус Панфайдер Нет Нет, не Панфайдер Николай Давайте наводящие вопросы Что, есть победитель Пульсар Сергей Марченко Сергей Марченко Пульсар? Угадал, да? Два раза, да Пульсар угадал Ниссан Пульсар? Нет Ну, так как ты подсказал Ниссан Просто Модели Ниссана И все И нашли А, так как Ниссан Пульсар Это на самом деле Такой модели Я не уверен Что там на западе Кто-то вас не знает Нет Кстати Говоря Слышал такое Название Да Пульсар Ну, это там такая Дэн, ты думаешь Ты единственный человек С Дальнего Востока? Нет Ну, я не единственный Ну, когда я слово Пинсэ загадывал Знаешь Вы очень долго угадывали И все Многие не знали Так, Сергей Марченко Тоже пиши мне в личку В Телеграм Или сразу Андрею Жарику Да, можно Если ты Это Андрей Да, можно писать Пульсар Космический источник Радиооптического Рентгеновского Или гамма-излучения Проходящих на Землю В виде Периодических Сорвется сейчас Вот так Вот это Google Так отвечает Андрей Ты Потише Со словами Мой Телеграм Прямо вот здесь На экране Вот сюда и пиши А, вот, да Можешь писать Андрею Так, ну что, друзья Осталось еще одно слово От Валуния Мое самое легкое Ублюдайте, я думаю, быстро Все Поехали Погослово, давайте, ребят Возьмем Ребят, поднапрягитесь Давайте, надо хотя бы Одно слово-то угадать Да Давайте, мое слово, друзья Подсказка Мужского рода Слово Прямо мужской род Потрогать Можно, да Потрогать же Можно подойти Да, конечно, можно Прямо вообще Мужского рода Потрогать Полностью Обойти вот так Потрогать Полностью По кругу Подсказку еще Это очень большое Не больше Чем экватор Большой, но не как Не экватор Не экватор В городе надо искать В таких промежутках Взлет Так, бассейн Пульсар Дом, жилье Нет, дом, жилье У меня был Так, кошелек Нет А вот Павел, кстати, пишет Вот как раз Мы с ним Тренинг проходили Говорит, что у него был Пульсар Был, да? Варим Здание Здание Пульсар был заведен Через Владивосток Или через Приморье Красный А вот как раз Там и оттуда А, да Ну мы с ним земляки Значит так Сейф, караван Небоскреб Небоскреб Море Ну вы зная меня И знаете, как я к этому отношусь Навряд ли подумайте Что я когда-то такое слово загадал Потому что я к этим вещам Сейчас вообще нейтрально Раньше я прям С этим Жил, боролся Там и там Доказывал Что сейчас уже Мне вообще все равно С чем это связано Слово я тоже подсказываю Пока мимо, ребятки Мимо, мимо Есть скала, дерево Краул Профит Дорога Нет Эльбрут Нет Метро Нет Небо Горы Латвес Нет Поместья Нет, я раньше Вот это слово Связано с тем С чем я раньше боролся Памятник Церковь Почти Парк Коллайдер Самое близкое слово Церковь Его подсказал Церковь Самое близкое слово Пока Давайте Почти Вода Так Страх Много Пива Нет Кто-то Володь решил, что ты с пивом боролся Нет Монастырь 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 Все, угадали у меня Стоп Все, три победителя Сегодня у Вовы Зарабара Хорошо Ребят, это было слово Монастырь Айварас Ты угадал Тоже Пиши мне в личку Сейчас напишу Свой Телеграм Сюда Напиши мне в личку Ребят, слово Монастырь было Поздравляем победителей Сегодня все победители Оказались с канала Володи Вот так Вот что значит Клуб Зарабара Хорошо Это у вас там Как клуб Что, где, когда Не говори Так, ну что, ребят У нас сегодня В принципе, да Час сорок Пиши мне в личку Телеграм Скинул Я тебе перечислю Сто трон Остальные ребята Победителя мне напишите Да Напишите ребятам А если мне Я передам ребятам Так Ну что Будем тогда заканчивать Подводить итоги Начинайте Ребята Володь Поскольку еще Начало года Как бы Как ты вообще ожидаешь Ну, наверное Какие-то интересные Перспективные проекты Будут появляться, да Да, конечно Мы мониторим рынок И будем искать Что-то такое Вот сейчас мы В такое в русское Вошли В русский проект А так мы ждем И мониторим Какое-то иностранное Интересное Новое Необычное Прибыльное В общем Все слова Которые Сопровождают Любого инвестора Так что ждем Конечно Будет Сейчас вот надо С криптой В этом году Заниматься Это вот мои наставления Занимайтесь Разбором Всем Что связано С криптовалютой Потому что Сейчас На криптовалюте Можно зарабатывать На полном пассиве Друзья Никого Не приглашая Ни в какие-то Хайпы Пирамиды И во все остальное Если вы разберетесь С этим вопросом Вникните Как вот сделал Допустим Мой лучший друг Влад Перковский Он просто В это Вник И зарабатывает Просто огромные Деньги На всяких Там темах Он мне рассказывает Вот мы сейчас Тоже будем В этом вникать Тоже договорились После лета Уже когда Чуть потише Уже будет Затише Такое То он у меня Будет в эту тему Тоже Скажем так Внедряться Будем туда И эту информацию Кстати Я и буду Делиться В закрытом клубе Будем проводить Какое-то обучение То что я буду От Влада Получать Я буду передавать Своим партнерам Из закрытого клуба И такие вещи Он мне там рассказывает На чем он зарабатывает То есть он В каких-то там темах Там допустим Один пример Вам приведу Который меня тоже поразил И зацепил Почему Я решил Тоже туда Вникнуть Где-то он там Поучаствовал В каких-то токенах На раздаче Там или что-то Там купил Там небольшая капа была То есть небольшое количество Можно было взять Там где-то Допустим На тысячу долларов Как он говорил По-моему так и есть Сейчас Мина будет Стартовать так же Там уже сереговится Да Вот типа такого И потом тебе просто Там два или три года Выплачивают токенов Там в таком количестве То есть такая зарплата идет Он говорит Выплачивают каждый месяц На каждый аккаунт По тысяче долларов А он там Три сделал Просто Инвестировал всего На каждом тысячу И плюс еще раз В три месяца Выплачивают Десять тысяч долларов Просто за то Что ты Инвестировал Свои деньги Без всяких там Партнерок и всего остального Какой-то аттракцион Неслыханной щедрости Да Это Это Дефай Вот эти вот темы Все что связано С децентрализованными Финансами С криптой Это там Разные такие вот Крупные Масштабные Какие-то темы Не просто там Аттракцион Щедрости А это Нет Ну вот если я по мини Там Во-первых Там уже инфополе Начинает То есть Даже со всех платных Каналов Со всех бесплатных Каналов Уже начинает вещать И там На коинлисте Уже там Регистрируются Верификации Проходят Поэтому Ну мне кажется Там монет Всем не хватит Просто всем желающим Да Поэтому Вот мои наставления Такие вот Последние слова В этом прямом эфире Это Занимайтесь Криптой Потому что Год-два На этом рынке Можно сейчас Заработать Просто огромное Количество денег Просто огромное Или Вкладывайте В какие-то монетки В хорошие Блокчейны И зарабатывайте Просто на росте Сейчас вот только Дурак Наверное Не зарабатывает На крипте Заходить Только надо Грамотный Какой-то Анализ Сделать Или Искать тех людей Кто умеет Этот анализ Или общаться Вот как я Я сам анализы Не делаю Но я общаюсь С теми людьми Которые делают Анализ С трейдером Понимаешь Вести канал Завести закрытый клуб И еще что-то там Анализировать На крипту Которая меняется Просто вот так Каждый полчаса Надо с такими людьми Которые только этим Занимаются А мне таких людей Достаточно Поэтому я обладаю Информацией Информация у нас Это самый ценный Ресурс на планете Земля Это стоит дорого Обучение стоит дорого Если вы хотите Чему-то научиться Халявы здесь Не бывает Если вы хотите Получить знания То за них Нужно платить Или какие-то там Сигналы Хорошие Бесплатных каналов Пожалуйста Не хотите платить Вот их там В Телеграме Пруд пруди Куда вы можете Там подписаться И получать эти сигналы Бесплатно Если вот Я вот вообще К халявчикам Сейчас очень плохо Отношусь Потому что они Меня просто раздражают Честно говоря Которые хотят Там все Вот им вынь На блюдечки положили Там вот у нас Там спор на то неделе В чате там Володя А почему же ты Вова там Почему ты даешь сигналы Там нам не даешь Тут в этом В чате Бесплатно Это же тебе Будет выгодно Там мать Нетку будут Покупать Там и расти А с какого хрена Я должен Это давать Бесплатно Информация Стоит денег Я тоже там Ее там Получаю За какие-то там Тоже привилегии Почему я должен Там давать Что-то даю Бесплатно Что-то будет Стоит денег Это нормально Когда вы платите За информацию Все Поэтому Занимайтесь Криптой В год Вникните В это Дело И даже С небольших Вложений Там 10-20-30 тысяч Рублей Вы можете Прям За год Очень хорошо Усилить Усилить Свой капитал А потом Свой капитал Уже Через год И когда вы Выйдете Из этого рынка Или там Через полтора Не знаю Когда Может быть Через полгода Вы сделаете Там С 30 тысяч Допустим 300 тысяч То уже Это такая Сумма Достаточно Хорошая Которую Можно Уже Куда-то Реинвестировать В какие-то Там Инструменты Более Хорошие Которые Уже Будут Обеспечивать Пассивный Заработок И к этому Надо идти Для чего Мы Зарабатываем Капитал Для того Чтобы Обеспечить Там себе Старость Для того Чтобы Обеспечить Свои Семьи Покупать Детям Что-то Подарки Чтобы Не ходить На работу А заниматься Любимым Делом И так Далее Мы Для этого Зарабатываем Поэтому Крипта Будет Вам Счастье Я Полностью Согласен У меня Есть Чат Где Общаются Чисто Мои Друзья С которыми Мы На земле Знакомы Живут В моем Городе Ну и Пацаны Там Со двора И все И Как только Поднимается Тема Криптовалют Сразу Мне Ну что Там Паша Это Разводняк Ваш Что он Там Еще Работает Всегда И То есть Буквально Недавно Я говорю Ну да Вот Пошло Вверх Я рад Доволен И мне Пишут Это Все Развод Это Же Цифры Ты Же Даже Обменять Не Можешь А я До Этого Продавал Но Я Продавал Там Неделю Назад Грубо Говоря Скинь Скрины Что Тебе Поступали Деньги А Мне Просто Несколькими Транзакциями Поступал И Мне Потом Пришлось Показать Скрины Когда Я Переводил Там Маме Там Че Денег Родителям Передавал Жене Там Что Скидывал Там Я Скидываю Это Тебе Еще Надо Кому Перекидать Это Вообще Фейки Ты Какую Эрунду Нам Показываешь Типа Я Говорю Ребят А Нахрена Мне Это Вам Показывать Ну В смысле Нахрена Мне Вам Показывать Фейк Ну Для Чего Я Больше Я Даже Не Общаюсь С Такими Людьми Куда Нам Вложить Деньги А Не Так Проходит Буквально Два Дня И Я Сижу Так Думаю Эфир Пошел В гору Что Там Надо Им Записать Это Все Я Беру Там На Обменник Показываю Мой Кошелек Вот Пошла Транзакция Скрины Это Все Делаю Потом Вот Заявка На Оплату Я Оплатил Вот У меня Заявка Сколько Я Должен Оплатить Один Эфир Получить На Я Потратил Только Время Это На Мой Взгляд И Таких Людей Что Не Доказывает Все Гуляй Вася Слышь Дэн А Потом Пройдет Несколько Лет Он Наконец Прозреет И Он Мне Скажет Так Блин Что Ты Мне Сразу Не Сказал Так В том То И Дело Что Меня Когда Они Спрашивали Еще В том Году Дэн Что Делать Я Просто Не Надо Никуда Вкладывать Никому Передавать Просто Себе Покупайте Зарабатывайте 30 На 3000 Рублей Месяц Покупай 4 5 Сколько Есть Возможно Никто Не Послушал И Вот Сейчас Все Я Не Уверен Что Там Очень Рады Но Тем Не Менее То Я Считаю Что Многие Говорят Что Дэн Все Продавай Продавай Крипта Пошла Вверх Продавай Все Покупай Квартиру Я Говорю Ну Во первых У меня Там На Квартиру Не Хватит У нас В Владивостоке Цены Не Дешевые А во вторых Ну Давайте Прикинем Давайте Допустим Нормальная Квартира Она Будет Стоить Во Владивостоке Более Менее Что Что Где-то 5 Миллионов К пример Вы Эту Квартиру Можете Сдавать За 30 Тысяч Рублей То Ты Предлагаешь Сейчас Мне Люди Как бы Не Догоняют У меня Квартира Есть Зачем Мне Еще Одна Квартира Сдавать Я Говорю Окей Ты Сдаешь Квартиру За 5 Миллионов За 30 Тысяч Рублей Ну Да Потом Ити На Пассивный Чем Жить Еще В Одной Квартире И Сдавать За 30 И Просто Платить С тех Коммунал Как Бо Я Не Считаю Это Такой Хорошей Инвестиции Если Последние Деньги Вкладывать Квартиру Это Да А так Недвижку Надо Недвижка Это Хорошо Ну Давай Так К примеру У тебя 15 Миллионов Допустим Ты Третью Часть Решил Недвижку Да Ладно Миллиона Можешь Купить Гостинку В Владике Или Одну Шкуку Недоделанную И Сдавать За 20 Ты Это Бред А Если У тебя Часть Твоих Денг Вы Хотите Продать Старую Из Доплаты Улучшить Я Ничего Не Собираюсь Продавать Это Я Пример Привел То Что Мне Советчики В Несостоявшиеся Инвесторы Говорили о том Что Нафига тебе Деньги Продавай Эту Крипту Это Все Развод Ее Никому Не Продашь Это Хорошо Что Ты Сейчас Продал Потому Что Больше Ты Никому Не Продашь Не Показываю Не Поговорят Потому Что Они Твои В общем Ценности Они Занижают Ценности Как это Правильно Сказать В общем Твои Успехи Занижают Специально Потому Что Они Видят Что Ты Тебя В свое Болото Давай Продавай Иди К нам Иди У нас Тут Пивко Я Их Логику Понимаю Потому Что Квартира Это Что То Реальное Что Можно Потрогать Что Можно Сдавать А Крипта Это Циферки Это Пузырь Как Многие Считают Так Что Логика В этом Есть Ну Понятно Если Не Разобравшись Такие Вещи Говорят То Конечно Они Есть Но Если Ты Разбираешься Здесь На самом Деле Надо Просто Посвятить Неделю И Просто Поизучать Информацию Какие-то Вопрос Позадавать И все Эти Вопросы Все Откинут И Вова По поводу Болота Это Как раз К сетевому Маркетингу Относится Очень много Различных Тренингов В таком Формате Я Понимаю О чем Ты Горишь У меня Кстати Человек Написал Тоже Комментарий Хочу Зачитать Вова Мы Тоже С братом Держали Крипту Три года И Все Смеялись Над нами А теперь Они У нас Занимают И Мы Ходим И Улыбаемся Видно Плох Просто Хорошо Смеется Тот Кто Смеется Последним В свое Время Когда Покупал Я Уверен Я Когда Покупал У виска Крутили Что Ты Занимаешься Зачем Тебе Это Надо Ты Идиот Я Конечно Я В своей жизни Работал Два Месяца Я Идиот А Ты До Сих Пор Ходишь На Работу И Ты Не Идиот Это Помните Эту Поговорку Каждая Идея Проходит Три Стадии Первая Стадия Это Ерунда Это Никому Не Надо Вторая Стадия В этом Что То Есть Третья Стадия Так Это И так Все Знают Да Ну Вот Как То Так Так Ребят Ну Ребят Всем большое Спасибо За просмотр Всем Огромнейшее Спасибо То Что Отсидели Мы Сейчас Делали Такое Экспериментальное Потому Что В основном Мы Запускались В 3 Часа По Моему Времени 8 Часов По Москве Сегодня Пятница Мы Запустились Пораньше Потому Что В 6 Заодно Проверим Я Посмотрю Статистику Ну Если Там Ну Короче Пишите В комментариях Какое Время Удобнее Делать Если Что Подправил Ладно Раз В месяц Я буду Выделять Все время Не спать Вот И В таком Формате Надеюсь Слушай Ну Я бы Я не заметил Какой-то Критической Разницы Я не знаю Вот Ты Сейчас Здесь Тоже Я давно Не проводил Прямые Эфиры Поэтому Я Не знаю Насколько Я сейчас Восприму Плюс Время Володя На твоем Канале Сколько Сейчас Зрителей Ну Больше Меньше Чем Обычно Ну Немного Скажем Так Сейчас Скажу 73 Зрители Пока Но Смотрят Потом Где-то 600-700 Просмотров 500 Да Наши Смотрят Хорошо Много Народу Потом Так Друзья Ладно Обсудили Сегодня Все Направления Обсудили Сегодня Криптовалюту Надеюсь Когда у нас Будет Следующий Стрим Также В таком Составе Крипта Нас будут радовать Проекты Нас будут радовать Профитом И все Что мы Сегодня Называли Те проекты Которые Планируем Заходить Которые Там На уже Находимся Надеюсь Они Посыпятся На нас Кучей бабла Вот так Ну и крипта Чтобы Росла И Ребят Все Чтобы Зарабатывали Чтобы Все Было Позитивно Но Ни в коем Случа Никогда Не забывайте О рисках Потому Что Риск Присутствует С того момента Как Вы Очень внимательны И Осознавайте Те риски Которые Вы несете При Первом же Нажатии Кнопки Да даже Если Вы покупаете Крипту Вы можете Купить На другой Кошелек Который Принадлежит Не вам И так же Потерять Свои деньги Поэтому Будете Очень внимательно Осознавайте Риски Все Я все Сказал Всем Спасибо Вот Дэн Упомянул Про риски Помним Знаменитое Правило Кто не рискует Тот не пьет Шампанское Что ему В десятом Году Предложили Купить Биткоины И он Купил Многие Ну Кто-то Отмахнулся Он купил Это буквально В стоимость Пачки сигарет Обошлось Он про них Забыл Прошло Несколько лет Биткоин Там уже Вырос Но К сожалению До нынешних Лет Он Не Не Додержал Но Несколько лет Назад Он продал За 20 тысяч Долларов Ну Попробовал Да Дай Куплю То есть Тут Жилка А вдруг А вдруг Что-то Выстрелит Да Вот Как Володя Сейчас Говорит То есть Можно Делать Анализ Если Даже С Биткоином Мы Пропустили Ситуацию Но Появляются Новые Монеты Нужно Изучать Нужно Анализировать Здесь Андрей Сказал Кто Не рискует Тот Пьет Там Короче Про Шампанское Я всегда Говорю так Кто Не рискует Тот Пьет Воду Из-под Крана Я говорю Всегда Кто Не рискует Тот Ходит На Наемную Работу Это Самое Страшное На самом Деле Для Меня Самое Страшное Это Было Мне Когда Задали Вопрос Что Сетевом Ты Делаешь Я Говорю Просто Чтобы Не Ходить На Работу Не Вот Прям Реально Для Меня Самое Страшное Потому Что Ну Ладно Когда Ты В какой-то Сложной Ситуации Для Тебя Появление Работы На Какой-то Момент Времени Становится Спасательный Круг И Что-то Позитивно Испытываешь Но Потом Начинаешь Думать Наперед Ты Понимаешь Что Пройдет Год Два Три И Ничего Не Изменится Будет Та же Самая Зарплата Будешь Так же Идти По Этой Дороге И Вот Это Самое Страшное Может Быть Денится Но Не Намного Не Столько Сколько Ты Можешь Заработать В Интернете Я Еще Ребята Одну Мысль Добавлю Наверное Кто Смотрит Аналитику Финансовую Знают Что Сейчас Все Больше Звоночков Звучит В плане Всей Мировой Финансовой Системы Потому Что Американцы Заливают Экономику Просто Триллионами Долларов У них Называется Это Вертолетные Деньги Уже Там Доверие К Доллару США К Ценным Бумагам Правительства США Падает А С чего Это Вдруг Так Получается Что Крупнейшие Институциональные Инвесторы Свои Активы В биткоины Переводят Который Специалисты Пустышкой Называют Значит Не такая Это Пустышка И Как Один Аналитик Сказал На наших Глазах Происходит Ну Можно Сказать Крупнейшая Трансформация Финансов В истории Потому что Крипта Это Как раз Тот Рынок Да Он Новый Он Много Еще Белых Пятен Много Каких-то Непонятных Моментов Но Зато Те Кто Освоились На этом Рынке Они Можно Сказать Это Своего рода Золотая Лихорадка Вот Те Кто Узнал Что В Калифорнии Открыли Золото И первыми Туда Рванули И Застолбили Свои Золотые Участки Те Неплохо Заработали Вот Поэтому Я вижу Смысл В том Что Да Нужно Получать Знания В этой Сфере Хотя Вот Эта Новизна Она Может Кого-то Пугать А на Аляске Когда Нашли Золото То Заработали Те Кто Продавали Лопаты Вова А я Я же Все Сказал Так Что Все Тогда Заканчиваем Все Ребята Спасибо Всем За Участие Кто Володе Денису И всем Зрителям Да Все Всем Пока Пока И сети Витя И стройте Сеть Пока Пока Пока